Всем здорова, с вами Лансер. И я нас поздравляю, нас всех с 17 раундом ТКВ персонажей. Наконец-то их анонсировали. Мы их увидели заранее в журнале. В журнале их показали, прямо на страничке это было видно. Собственно, в группе это все обсуждали. Ну и, наконец, 28 числа нам анонсировали уже официально в игре. С трейлером, со всеми делами. Сейчас мы будем смотреть статы новых персонажей. У нас Джоджера, Генрюса и Мамото, Ичиру. И все это молоденькие версии их. Показывали в сериале, во флэшбеках. Вот теперь они как играбельные персы. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Итак, начнем с дедушки. Он не дед. Дед это седой, пожилой. Это дедушка или дедуля. Как вам больше нравится. Милишник, понятное дело. У него все атаки имеют поджог и порез. На втором строго атака дэмэдж у него дебаф, между прочим. Нормал атака, 4 хита. Понятно. Четвертый удар двойной получается. Ну, в обычных атаках. Новый скил. Гарантированно наносит статусный элемент. Урон врагам. Ноу аффилейшн фиолетовым. То есть, кто будет страдать? Правильно. Яхвы. Получать по жопе. Дедушка будет мстить ему. За старую версию. Естественно, он убийца. Ноу аффилейшн капитанов. Куда ж без этого. Потому что это у нас супер пвп перс. Дэмэдж текен у него 20%. Спринтер плюс 1. Иммунитет к параличу. И мародер. То есть, он еще и в пве зайдет, в принципе. На авто что-нибудь проходить. Флуре. Конечно же, плюс 2. Кто бы сомневался. Этот скилл мы уже зачитали. Яхва будет страдать. Конечно же, пояс. Пробитие барьеров. Куда ж без этого. У него и у самого неуязвимость. И он пробивает неуязвимость чужую. Также он предотвращает рез у персонажа, который погибает. И у него на 50% хп увеличивается дэмэдж текен. Потом у него повышается нормал атак дэмэдж на 20% за каждого поверженного противника на площадке. И первые 10 секунд у него флуре плюс 1. Ну, конечно, плюс 3 флуре. Первые 10 секунд у него будут в пвп баттлах. На арене ничего интересного. Ну, раз уж я тут прокрутил, что бы вам это тоже не показать. Обычно я это не учитываю, потому что, ну, на арене не то чтобы много людей играет. Но, тем не менее, Ячиро следующая королева синего атрибута новая. Милишник, естественно, все атаки имеют ослабление. Третий ловушку ставит. А, вот точно у Майюри такой скилл. И у нее теперь такой же. На ульте у нее инстакилл и новый скилл рампэйдж 2%. Скоро объясню, что это такое. Убийца она соло риперов и капитанов. Отлично зайдет. Да куда угодно. Ни хрена себе. У нее двойной линк. Вы думали, только у Резов двойной линк? Да сейчас-то все. Или у Фрэнзи. Ага, все эти времена прошли. Теперь у новых персонажей по два линка. Тут вам и строго атак дэмэдж, и КДР 12. Зашибись. Спринтер плюс 2. Перемещение ускоренное. Тимпати рекавер. Восстановление здоровья у себя и у союзников. При переходе на новую часть локации. И при полном здоровье у нее откат еще на 6% сокращается. Откат умений. Хавок 20%. Увеличение радиуса приема Фрэнзи. Ну, конечно же, плюс 2. Плюс 1 было бы позорно делать. Девастейшн урон с ульты. Плюс 40%. Дебилитатор. Продление дебафа с ульты на 5 секунд. Лонг страйд. Это быстрое перемещение по карте. Пояс ее пробить нельзя. Мародер, конечно же. Куда же без него. Полный иммунитет ко всем дебафам. При полном здоровье урон еще плюс 20%. Конечно же, буст СП на 80%, когда срабатывает дебаф на наложенный. И рампейдж 2. Что такое рампейдж? За каждого убитого монстра, ну, или за каждого убитого противника, вам добавляется плюс 2% урона. Итого до 100% включительно. Ну, и посмотрите, что у нее для арены. Все статы 10%, ну, это понятно. Срока так дэмэж 40%. Сразу плюс 2 уровень этого усиления. И еще плюс 1 заряд на ульту. Ну, и Чожера. Еще молоденький. Еще без усиков. Милишник с параличом. У него новый скилл. Синие дроплеты плюс 10. Замечательно. Как же не хватало дроплетов. Убийца Квинси. О, боже мой. И в линках у него тоже. Обожаю таковы перцов, у которых в линках что-то на дроп. Куда же без этого-то? Понятное дело, что у него там спринтер плюс 2. Будет гвард брейк плюс хидден энеми. То есть пробитие защиты и пробитие невидимости, да. Когда персонажи, враги под пол уходят и их не видят. Только одна тень передвигается. А тут бац. И это у них не работает. Сразу урон наносится. Хавок плюс 20. Увеличение радиуса, причем встроенное. Редко такое видишь. Френзе плюс 2. Хорошо. Девастейшн 60% урон с ульты. Плюс 5 секунд еще дебаф с паралича будет. На пати распространяется его скилл. Плюс 40% урона по персонажам, на которых нанесен дебаф. Урон по парализованным врагам плюс 40%. КДР, естественно, у него в скиллах, а не в линках. Баночки, но только обычные плюс 5. И дроплеты плюс 10. Уже прям без процентов. То есть 100% будет 10. Как бы это автологично не звучало. Повышенный шанс парализовать персонажей синего атрибута. И на пати распространяется еще скилл по урону с ульты на 30%. На арене у него КДР и СП 90. Хороший очень линк. Пригодится. На пятом уровне пояс. Неплохо. Ну, в общем, такой себе для арены. Но как линк вообще зайдет отлично. То есть стоит до пятого ранга его прокачать как минимум. Ну вот, собственно, пояснение за этот рампейдж. То есть по 2% каждый раз, когда побеждается очередной враг. Лимит 100%. И количество врагов не засчитывается за пати. Ну, за тех, кто убил, кроме унаханы твоей. На статы скиллы посмотрели. Теперь переходим к геймплею. Так, первый у нас выступает Чоджера, конечно. По барику его посмотрим. Что он у нас умеет. Геймплей начинается здесь. Итак, ну, надо атаки понятное дело. Не интересует. Ну, и у него очень маленький радиус, наверное, так. Первый скилл хорош. Хорош. Конечно же, это бим. Самый лучший скилл. Первый. И второй тоже. И третий. Пусть все скиллы будут бимами. А почему нет? Зато всю карту будет чистить вообще, с места не сходя. Так, второй скилл... Он стягивает их, но без всяких воронок. Ну, я имею в виду, они не крутятся никуда. Он просто их стягивает. И все, даже не отдаляет. Ну, третий фуллскрин, понятное дело. Ну, неплохо, вроде бы. С хавоком, ну, большую часть карты покрывает. Вот и банкайчик, давай. У них у всех троих банкай, кстати. Но у этого что-то он аж вспотел, бедный. Ну, что-то такое себе на самом деле. О-хо-хо, унаханочка пошла в бой. Наконец-то. Ох, какая она. Но мне предыдущая версия, именно в позах, в которой она стоит, статичная, мне больше нравится все-таки. Но здесь у нее сразу кромавый меч полностью. То есть она уже банкайная, как будто бы. Так, давай лупи. Покажи, что умеешь. Блин. А помните, как у фиолетовой быстро она лупит своим мечом? Даже не знаю. Ну, понятное дело, тоже. Старый добрый дядюшка Бим. Понятное дело, мечом надо вымахать так сильно не будете. Второй с вылетом вперед. Ну, какой радиус, мамма миа, хорош. Лишний фуллскрин, как будто бы. Прикольно, но неплохо. И тридцать скилл-то она метку ставит. Вот, и здесь враги все получают урон. Статусный. Не урон, а статус на них вешается. Ой, как больно, наверное. Ну, слава богу, они этот взгляд ее сохранили. Но все еще та ульта лучше. Ребят, говорите, что хотите. Это тоже круто и взгляд на месте, но... То воплощение ульты все еще, мне кажется, лучше. Так, ну и дедуля. Он же дедушка. Не дед, запомните. Он больше не дед. А, вот про четвертый скилл его. Что говорить? Не скилл, а этот самый. Четвертый удар вокруг себя. Скиллы не особо интересны. Ну, как же Яхва от него страдать будет в ПВП. Как же он будет страдать? Просто можно сразу вешать этот самый... Даже, ну, не... Стату использовать не зеленую, как обычно там делают, а красную. А чтобы он сразу скилл юзал. То есть мгновенно, когда он выходит против Яхва в ПВП... Яхва ничего сделать-то и не сможет никакие... Даже дебафы... Ну, это... Баф, точнее, свой юзануть. Потому что на нем будет локерейд. Порез. С Порезом он ничего не сделает. Ну, ульта это просто много-много огня. Огненный взрыв. Очень здорово. В общем, как-то так. Вот такие персы получились. Конечно же, мы будем их тянуть. Конечно же, нужна унаханочка. Обязательно. Это просто без нее никуда. Дедушка или дедуля. Его в ПВП. Он там будет всех просто жахать по полной программе. Кстати, заметили? У него практически нет никаких там процентных скиллов, да? То есть, никакого брузера, там, берсерка. Ну, понятно, что они не особо ему нужны. Учитывая, что у него там флуре плюс три. И столько всего накида. Но процентных скиллов у него никаких нет. Да и, знаете, он и так будет жарить это ПВП по полной программе. Ну, че же, это такое приятное дополнение. В общем, ждем. Будем по полной открывать. Надеюсь, вы еще не все слили с годовщины. Конечно, белые яички, они очень крутые. Но их можно достать и из према. А эти, ребята, только в лимитированных витринах ТКВ. В общем, будем открывать. Всем желаю удачи. И увидимся в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok